Больше сотни человек, студенты, школьники, семейные пары, общественники, пришли со своими лопатами воскрешать некогда почти похороненный парк. За один субботник высадили больше тысячи растений. Для завершения осенних посадок понадобится еще три таких встречи. Была огромная вырубка, как вы сами знаете, там порядка тысячи деревьев было вырублено. И если сажать малюсенькие, маленькие растения, деревья, это будет очень долго они расти. И, соответственно, конечно, мы заинтересованы и хотим максимально большие деревья высадить, то есть 3-5 метров и больше. С помощью техники и специалистов высаживают манчжурский орех, липы, рябины, яблони. Около 500 взрослых деревьев появятся в парке до начала зимы. А к ним прибавьте еще около трех тысяч кустарников, с посадкой которых справляются и горожане. Вы высадили парковую розу. Здесь будет аллея в пейзажном стиле с отсыпкой, без асфальта. По одной стороне будет снежноягодник с белыми ягодками, с другой с розовыми. И получается, с двух сторон получится живая изгородь. А рядом велопешеходная дорожка. Изумрудный придумали заново, как старый парк для эллигических прогулок среди зелени. Ну и про активный отдых не забыли. Дорожка пройдет по всему парку. Одна ее часть асфальтовая для колясок, велосипедов и роликов. Вторую наполняют отсевом для бега и скандинавской ходьбы. Реконструируют, построят и установят еще много чего, чтобы... Люди, приходя, получали все-таки комфорт, удобство пользования этой территорией. Это и малые архитектурные формы, лавочки, урны, освещение, детские площадки, небольшие павильоны-беседки. И три планируется павильона таких теплых круглогодичных. Но во всем обещают соблюсти меру, чтобы не разрушить репутацию Изумрудного, как парка Зеленого. Если парк Изумрудный воскресает, то парк имени Ленина, в котором мы сейчас находимся, уже практически похоронен. И им не просто никто не хочет заниматься. Он даже в юридическом смысле уже практически мертв. Земля этого парка, согласно кадастровой карте, поделена на территории, принадлежащие разным юрлицам. В том числе Министерству спорта, которое планировало на одном из участков построить физкультурно-оздоровительный комплекс и вырубить деревья. Именно на этой почве прошлой зимой начался конфликт чиновников и общественников. Пандемия помогла забыть и планы, и разногласия. Но несколько дней назад барнаулиц напомнил о проблеме и выложил в соцсети обращение. Этот парк просто делится и раздается. То есть он теряет свою целостность, он теряет свою уникальность. Я не знаю, что произойдет с другими парками Барнаула. Ну, предположим, с Юбилейным, который точно так же заброшен и доведен до состояния помойки. Или с Мизюлинской рощи, я не знаю. Но это путь в никуда. Основу парка имени Ленина, по данным экспертизы, составляют аварийные деревья. Их нужно заменять на новые. И параллельно очищать территорию, которая превращается в свалку. Может, именно поэтому пахнет здесь не осенью. А может, потому, что парк Ленина – живой труп. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.